Здравствуйте, всем дня наидобрейшего, праздники позади, слава богу каждый из нас уже вступил в то, знаете, вот это волнительное время, когда пора реализовывать все заветные желания, которые мы давали себе в прошлогоднюю ночь. Как говорится, пришел момент начать бегать по утрам, кушать кашки, а не всякую вредную дичь, но не будем о грустном. Кашить надо! Вот этими маленькими азиатскими ручками, ебан! Итак, мы врываемся в этот новый 2023 год со свежим выпуском новостей, пора взбодрить ваши трудовые будни нашей самой актуальной подборкой, так что сегодня в выпуске. Рекорд ММР в европейском ладере Дота 2. Блокировка известного киберспортсмена в Лиге Легенд. Новый персонаж Геншин Импакт. Свежий топ от Valve. Посмотрим, что там в этих ваших стимах. Обновление Windows на киберспортивном мероприятии. Конец локдауна на скины Fortnite. Возвращение B8 eSport в Valorant. Ажиотаж вокруг мейджора по Дота 2. Чемпионы PUBG Mobile Global Championship 2022. А также топ самых токсичных комьюнити в видеоиграх. Я думаю, выпуск будет крайне интересный, так что, по традиции, напомню, очень важно поддерживать наши ролики лайком и комментарием, чтобы они продвигались, а также чтобы мы держали с вами обратную связь, становились всячески лучше. И кроме этого, вы можете подписаться на наш ютуб канал, чтобы не пропускать другие обзоры на самые интересные, свежие, перспективные криптоигры. А также, чтобы не пропускать наши замечательные видеодайджесты новостей киберспорта и также новостей блокчейна. Ну и в нашу тележку забегайте обязательно, там еще больше контента. И в тикток тоже, раз уж на то пошло. Тикток у нас тоже есть. Все ссылки вы найдете в описании. Игрок состава Bad Boom Tempo Dota 2 Иван Пьюр Маскаленко первым в мире достиг отметки в 13000 ММР в европейском ладдере Dota 2. Об этом сообщил тиммейт киберспортсмена Даниил Скутин в посте в личном телеграм-канале. Маскаленко занял первое место в топе игроков, обогнав участника Entity Алимжана Ветсон Исламбекова. Ранее 13000 ММР удалось набрать только керри из команды Tailan Esports Нингаре Тирмаханону. При этом позже он сообщил, что вряд ли бы смог достичь такого результата, если бы играл на серверах не в Юго-Восточной Азии. По данным портала Dota 2 Pro Tracker, Пьюр за последние 8 дней провел 15 игр в матчмейкинге на основном аккаунте. И 60% всех встреч завершились в пользу команды киберспортсмена. А чаще всего он пикал Вивера и Сларк. Участника состава Вейбу Гейминг по Лиге Легенд Кансена Лока заблокировали на корейском сервере игры. Момент произошел во время личной трансляции киберспортсмена на... Хуя, я не знаю как это считается. По слухам Кан получил блокировку из-за шеринга аккаунта. То бишь это передатчик, кто не в курсе, когда там на одном аккаунте играют сразу по 2 человека, там а то и больше. На момент публикации материала на учетной записи до сих пор имеется бан. Позже профессиональный игрок перезапустил стрим, на котором играл на уже другом аккаунте, скрывая свой никнейм. В январе 23 года представители Riot Games сообщили, что аккаунты, которые будут арендоваться зарубежными киберспортсменами, получат блокировку. Геймеры смогут получить к ним доступ только в рамках буткепа в Корее. Ранее за передачу аккаунтов третьим лицам и выступления с чужих учетных записей во время чемпионатов, бан также получили профессиональные игроки в Дота 2. Семь киберспортсменов не смогут выступать на ивентах от Valve и PGL. Студия Михойо представила Яо Яо, нового играбельного персонажа Геншин Импакт. Трейлер героини был опубликован на ютубе, и Яо Яо это младшая ученица владыки песен из Китаний, добрый, заботливый, маленький, взрослый, что бы это ни значило. В бою она использует магию Дендра и древковое оружие. Героиня выполняет функцию поддержки, так как может лечить союзников своими способностями. Элементальная атака и взрыв стихии Яо Яо призывают ее плюшевого питомца Юэ Гуя, который разбрасывает нефритовые редьки, восстанавливая здоровье напарникам и нанося урон врагам. Патч 3.4 в Геншин Импакт выйдет уже кстати 18 января. С ним разработчики добавят новых героев, новые там задания, боссов, ивенты и всякий прочий контент. Версия будет доступна 6 недель до где-то 1 марта. Ранее сообщалось, что игроки смогут забрать около 14 225 камней истока во время действия патча 3.4, то бишь это примерно 89 роллов в ивентовом баннере. Компания Valve представила статистику самых популярных товаров в цифровом магазине Steam. Чарт продаж площадки уже девятую неделю подряд возглавляет портативная консоль Steam Deck. Поддерживаю, штука прям потрясающая. Недавно приобрел себе, да. Первое место среди видеоигр на неделе с 9 по 15 января занял предзаказ Hogwarts Legacy, открытый RPG в Open World по мотивам книг о Гарри Поттере. Что мы кстати тоже одобряем, я уже тоже сделал предзаказ. Я ждал эту игру примерно... 12 лет ждал! В Аскобане! За ней расположился шутер от первого лица Call of Duty Modern Warfare 2 и замкнул тройку лидеров симуляторов выживания Raft. Релиз Hogwarts Legacy, кстати, запланирован на 10 февраля 2023 года. Это довольно поздно, на рождественские каникулы было бы гораздо более в тему. Тайтл выйдет на ПК, PlayStation 4 и 5, на Xbox One и Xbox Series и даже на Nintendo Switch вроде как. В декабре разработчики провели презентацию с демонстрацией геймплея, где показали мир игры, некоторых противников, смену года и другие особенности. И выглядит все, конечно, просто потрясающе. 11 января европейская лига LEC запустила турнир Kick-Off Event в честь старта соревновательного сезона в Лиге Легенд. Однако провести трансляцию без помех помешало внезапное обновление Windows. В рамках ивента две сборные киберспортсменов соревновались в специальном шоу-матче и в перерыве между картами на компьютере одного из операторов LEC появилось оповещение, предупреждающее об обновлении Windows. Сообщение перекрыло баннер за спинами киберспортсменов, его видели как зрители на арене, так и фанаты, смотрящие трансляцию на Twitch, YouTube и на других стриминговых платформах. Само обновление, конечно, было отложено и матч начался без существенных задержек, однако в сети фанаты уже начали шутить про уровень трансляции времен 2013 года. Вот они шутят, а, между прочим, так ядерную войну отменят. Вот захотят ядерные ракеты запустить, а там обновление Windows и все и нельзя, а там уже остынут, передумают. Шутка, конечно, но в какое время живем? В 2023 году Riot Games изменила формат европейской лиги по Лиге Легенд, соответственно. Теперь киберспортсмены будут играть три сплита вместо двух, а также сражаться в региональном финале в конце года, и старт зимнего сезона запланирован уже на 21 января. Компания Epic Games добавила облик Чумного Доктора во внутриигровой магазин Fortnite спустя два года после прекращения продаж. На это обратили внимание фанаты Королевской битвы, и помимо Чумного Доктора в продажу вернулся еще один тематический комплект Оспа. Оба скина впервые вышли еще в 2000, аж на 2018 году, и периодически появлялись в магазине до 2020, однако потом Epic Games прекратила продажи без какого-либо официального анонса. Фанаты предположили, что причиной этого стала пандемия коронавируса, которая стремительно набрала силу в это время, ну и посему скин выглядит как-то, ну, очень чернушно и не совсем этично. Ранее Федеральная торговая комиссия США через суд заставила Epic Games заплатить 520 миллионов долларов штрафа за нарушение конфиденциальности данных детей, кстати, сейчас идут судебные разбирательства. И кроме того, компанию признали виновной в намеренном использовании уловок, подталкивающих пользователей к совершению внутриигровых покупок. Об этом мы вам и рассказывали в прошлых выпусках новостей, кстати. Киберспортивный клуб профессионального игрока в Дота 2, Данила, Дэнди и Шутина, B8 Esports, снова начнет выступать в дисциплине Valorant. Информация об этом появилась на официальном канале организации в Телеграм, и в начале 2022 года клуб уже подписывал команду бывшего капитана Na'Vi Владислава Свистова. Коллектив выступал в квалификациях для региональной лиги СНГ, но не смог, к сожалению, попасть на основной турнир. Сохранит ли организация состав, пока неизвестно. Где будет играть обновленная команда, тоже не ясно, и, вероятно, ростер будет участвовать в одной из региональных лиг нового формата и бороться за слоты во франшизной системе уже с другими организациями. B8 Esports была основана в 2020 году. У клуба уже есть состав по Дота 2 в 2023 году, выступающий в первом дивизионе Дота Pro Circuit для Северной Америки, а также ростер по CSGO, выступающий в различных европейских турнирах по этой же дисциплине. Первая партия билетов на Мейджор по Дота 2 в Лима закончилась за 9 минут. Об этом в Твиттере рассказал Рамон Лопес Бельтран, операционный директор турнирного оператора 4D Esports, который занимается организацией чемпионата. По словам этого же самого чувака, следующая часть билетов поступит в продажу 20 января. По предварительной статистике, 76% покупателей приобрели по одной проходке, 18% фанатов моба от Valve купили по 2, а 16,4% взяли 3 и более билета на чемпионат. В один момент размер очереди на покупку достиг каждого 11,5 тысяч пользователей. И групповой этап Лима Мейджор 2023 начнется 22 февраля и продлится до 26 февраля, а плей-офф пройдет с 28 февраля аж на 5 марта. На турнире сыграют 18 команд, которые поборются за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов и 1,9 тысяч очков DPC. S2G Esports стала чемпионом PUBG Mobile Global Championship 2022. За победу в турнире команда из Турции заработала 510 тысяч долларов. В заключительной стадии соревнования было сыграно 18 раундов. C2G суммарно заработала 190 очков. Групповой этап C2G завершила на третьей строчке группы Red, гарантировав себе место в гранд-финале. В заключительную стадию помимо 9 коллективов прошли еще 5 команд через этап Last Chains, Alter Ego Limax и Wolves Esports. И все эти команды заработали слоты в гранд-финале на прошлых турнирах. PUBG Mobile Global Championship 2022 прошел с 10 ноября по 8 января 2023 в Куала-Лумпуре, Малайзия. И 50 коллективов разыграли призовой фонд в 4 миллиона. Команды, занявшие 48-50 места, заработали по 20 тысяч долларов. А участники турнира играли, кстати говоря, на мобильных девайсах Sony Xperia 1.4. В 2022 году более 71% игроков в возрасте 10-17 лет подверглись харассменту в Дота 2. По этому показателю моба от Valve уступила только Валоранту 80%. Исследование провела компания ADL. В топ-5 по этому показателю вошли Fortnite, Destiny 2 и PUBG. При этом меньше всего с харассментом среди тайтлов, указанных в исследовании, подростки сталкивались в Майнкрафт. Всего 46%. В исследовании ADL также отмечается, что по сравнению с 2021 годом, в Дота 2 и Валорант стало меньше пользователей, которые подвергаются харассменту. А в 2021 году аналогичное исследование провела компания New Zoo. Довольно ироничное название, кстати говоря. Типа, новых зверей исследуют. Ее представители также заявили, что Дота 2 и Валорант – самая нетолерантная комьюнити. Опрос показал, что в этих играх примерно 79% пользователей сталкивались с харассментом. Остальной процент, видимо, этот самый харассмент и начинал. А на сегодня это все. Обязательно поддержите ролик лайком и комментарием. Подписывайтесь на наш ютуб канал, на нашу тележку и в наш тикток тоже заглядывайте обязательно. За просмотр, как всегда, огромное всем спасибо. И до скорых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok